То есть вы озвучиваете вопросы, окей? Да, да, да. И отслеживаете тогда в этом. Я тоже буду смотреть. В чате, да, я посмотрю. В чате отслеживаете. Но мы, наверное, вопросы тоже, наконец, чтобы не перебивать. Но с другой стороны, я часто делаю так, что вот я рассказал какой-то пункт. Люди сразу задают вопросы. Но иногда, когда больше 10 человек, например, 30 человек или 40 человек, начинаются сложности с коммуникацией. Поэтому, наверное, в конце лучше, да. У вас waiting room включена, наверное, да? У меня, да. Я пока что не пускаю. Сейчас вот мы с вами все обсудили. В принципе, могу начать уже пускать. Сейчас я посмотрю. Да, три минуты осталось. Сейчас я отключу. Ну, мы, наверное, еще минутки три вначале подождем, чтобы все собрались. У меня вопрос один. Расскажите мне о вашем как бы инкубаторе два слова, чтобы я понимал организационно, что это такое. Потому что я представлял, что это инкубатор при университете. Нет, мы инкубатор государственный. Санкт-Петербурга. Мы помогаем стартапам, ну, с различными вопросами, ну, то есть в их развитии. Вот. И вы хотите нас представить, да? Или просто я представлю. Нет. Ну, я хочу понять, значит, дело в том, что система инкубаторов и акселераторов в Канаде очень развита. В Петербурге, я сам из Петербурга, вот, я работал и преподавал в Ленинградском университете. Я предполагал, что каждый крупный вуз, особенно это вот Литмо, Петербургский университет, электротехнический университет, вот эти три, а, политехнический, вот эти четыре, наверное, основных вуза, они имеют собственные инкубаторы, которые с студентами работают, с проектами начальной стадии и так далее. Правильно я понимаю? Да, да, все верно. А вы их как бы объединяете или у вас свои потоки стартапов? У нас свои потоки, но часто вот именно те проекты, которые выходят из университетских инкубаторов, если они продолжают свою деятельность, они приходят к нам. То есть вот такая схема. На стадии идеи мы стараемся не брать проекты, но… Понятно. Вот обычно от МВП. Понятно, понятно. А у вас собственный фонд инвестиционный есть какой-то или вы не поддерживаете проекты, нет? У нас только, ну, как бы контакты, фонды, связи с ними, с инвесторами. Ну, понятно, менторские функции. Ну, да. Понятно. Я видел ваших менторов, да. Так, Владимир, я, наверное, всех пускаю. Давайте включимся, да. Да, давайте. А мы можем прямо оставить, я так понимаю, первый слайд просто. Всем добрый день. Подождем, наверное, еще минутки три, пока все подсоединятся и начнем. Да, добрый день. Забыл поздороваться. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 вплоть до получения ПМЖ, то есть постоянного места жительства. То есть она действует, по сути дела, как одна из иммиграционных программ Канады. Значит, в чем основные особенности этой программы? Я думаю, что мы начнем с описания уровня проекта. Понятно, что все проекты, которые мы просматриваем, например, или просмотрели за последние пять лет, они имеют очень разные исходные данные. Очень часто это проекты уже коммерчески состоявшиеся. И тогда в этом случае вопросов к тому, насколько вы доказали свою идею, то есть proof of concept, не возникает. Но уровень проекта и порог входа определяет, прежде всего, сертифицированная правительством Канады, организация – это либо инкубатор, либо Angel Investor, либо Venture Capital фонд. Так вот, уровень проекта по нашему опыту последних пяти лет может быть очень разный в зависимости от инкубатора, который принимает проект по этой программе. У нас были два кейса, когда мы стартовали проект с инкубатором и с основателями проекта от уровня идеи. То есть у ребят была концепция некого продукта или сервиса, точнее. Она была прописана, она была исследована, был проведен маркетинг, была понятна бизнес-модель. И мы взяли этот сервис как идею и провели ее по стартапе и за программе, доказав инкубатору, что это работающая идея. Но это исключение. Чаще всего проекты должны быть на уровне MVP, то есть некого функционала продукта, который доказывает работоспособность вашей идеи. Теперь... Владимир, включите звук, пожалуйста, у вас пропал. Странно. А с самого начала был звук? Был, буквально недавно пропал. Странно. Может, кот гуляет по клавиатуре, может быть. Второй пункт – это сроки ВНЖ. Я буду коротко, потому что в вопросах эти ответы на эти пункты есть практически, когда я буду отвечать в конце этого семинара. Принципиальное отличие канадской программы заключается в том, что вы можете получить постоянное место жительства в Канаде со своим стартапом гораздо быстрее, чем в Европе и, наверное, в Азии, потому что азиатские программы я слабее знаю, но европейские знаю. Это связано с тем, что для того, чтобы пройти эту программу, вам достаточно пройти сертифицированный инкубатор, например, канадский. И этот инкубатор выступает в качестве гаранта перед правительством Канады о том, что ваш стартап отвечает всем требованиям стартап-индустрии, экосистемы Канады и США, Северной Америки. А именно это наличие инновационного продукта, возможность масштабирования и создания рабочих мест в Канаде и наличие IP, Intellectual Property, то есть наличие ноу-хау в вашем проекте, который позволит вам конкурировать на рынке. Если вы доказываете это инкубатору, инкубатор выдает вам специальный документ, который позволяет вам оформить либо рабочие визы в свою компанию и запускать бизнес в Канаде и, соответственно, масштабировать его на США, либо ожидать ваш статус, находясь в своей стране. Еще раз подчеркну, что это принципиальное отличие от европейских программ и различных программ США, связанных со стартап-визой, это сроки получения ПМЖ. Деньги и активы. Здесь все достаточно волатильно, как говорят на рынках финансовых. Дело в том, что в зависимости от бизнеса вы должны показать какие-то активы, которые вы готовы вложить в свою компанию в Канаде, например, и эти активы зависят от параметров вашего текущего бизнеса и от вашего плана выхода на рынок. В среднем наши проекты, с кем мы работали, показывают активы от 20 до 100 тысяч долларов. Это тот объем, который понятен, когда вы выходите на новый рынок без активного продвижения своего продукта на рынке. Потому что, конечно, этих денег недостаточно для того, чтобы выйти на рынок со своим продуктом в Северной Америке. Но этих денег вполне достаточно для того, чтобы начать бизнес или перенести бизнес, или расширить свой бизнес через канадскую юрисдикцию и показать правительству, что вы имеете серьезное намерение по развитию бизнеса. Следующий пункт – рынки и масштабирование. Но здесь все достаточно очевидно, я думаю, всем. Дело в том, что все еще североамериканский рынок является одними самых горячих рынков стартапов и с наличием собственных фондов, денег и так далее. И если вы выходите на англоязычный рынок, то Канада может явиться лакмусовой бумажкой или, точнее, неким полигоном, на который можно запустить проект, и он масштабироваться легко будет на весь англоязычный мир. Прежде всего на Америку, потому что фактически вся экономика Канады и Америки сильно связаны, и все правила игры одни и те же. И менталитет людей примерно одинаковый. Поэтому рынки и масштабирование в программе, используя программу стартап-виза, это выход на англоязычную аудиторию. Язык-менталитет. Что касается программ стартап-виза, например, в Европе, то по некоторым программам, а может быть даже по многим, вам нужно для получения определенного статуса еще и учить местный язык. С другой стороны, большинство стран все-таки монокультурные. Канада – это мультикультурная страна. И принципиальное отличие в том, что вы сразу вливаетесь, так сказать, в местную экономику, в местное общество, и никаких проблем с коммуникацией, с людьми не возникает, потому что Канада – открытая страна для всех иммигрантов. То есть с первого дня вы себя чувствуете, ну, фактически, так сказать, как у себя дома. И, наконец, иммиграционная политика государства. Это важный пункт, потому что она у всех разная. У Канады одна из самых продвинутых в мире иммиграционная политика. Именно поэтому в Канаду в год приезжает около полумиллиона человек по разным программам. Это на жительство и на работу. И по учебным программам очень много студентов учатся зарубежных в Канаде. Но смысл иммиграционной политики по части стартап-виза, канадский смысл, заключается в том, что в отличие, например, от европейских программ, я все сравниваю с Европой, ваш проект даже через год после того, как вы его запустили, даже если он не показал записанные в бизнес-плане результаты, правительство все равно оставляет вам ваш статус ВНЖ и ПМЖ, и он как бы не подвержен как бы ревизии. В европейских программах все немножко не так. Не говоря уже о сроках получения, например, ПМЖ, постоянного места жительства. Ревизия вашего бизнеса и доказательства органам власти, что ваш стартап успешно работает и обеспечивает, так сказать, работой вас и местных жителей, это постоянная процедура, которую нужно показывать. Ну вот фактически все по особенностям программы стартап-виза. Я немножко задержался, дальше я буду более интенсивно рассказывать о программе. Следующий слайд, пожалуйста. Сразу могу сказать, что если вы зайдете на сайт правительства Канады и напишите «Стартап виза Кеннадо», вы получите три варианта запуска проекта в Канаде. Первый вариант, как я уже говорил, это работа с инкубаторами. В Канаде по этой программе сертифицированы более 33-35, меняется число часто, инкубаторы или акселераторы, которые находятся либо при университетах, либо большие корпоративные инкубаторы и акселераторы. Что они делают? Они прежде всего ведут экспертизу проекта и помогают вашему стартапу адаптироваться к местному рынку. Но это с точки зрения бизнеса. А с точки зрения иммиграционной программы, эти инкубаторы обязаны доказать правительству, что ваш проект обладает теми самыми свойствами, которые я назвал раньше. Я их просто повторю, это важное очень свойство. Первое – это наличие инноваций. Второе – это масштабируемость и создание рабочих мест. И третье – это IP, Intellectual Property, что ваша интеллектуальная собственность этого продукта будет находиться в канадской юрисдикции, и вы докажете, как вы будете ее защищать, если это потребуется в плане защиты от конкурентов. Есть много других формальных требований по этой программе, но о них я, может быть, позже скажу. Но вот это ключевые. Второй инструмент, который часто используют, это Angel Investment. Angel Investors, сертифицированные для этой программы, они ищут проекты, приглашают их в страну. Если проект проходит всю экспертизу этого Angel Investors, они обязаны по закону инвестировать какую-то минимальную сумму в поддержку этого проекта, чтобы он запустился в Канаде. Сумма – это небольшая, 75 тысяч долларов канадских для Angel Investors, и такая же модель работы у Venture Capital фондов. Там тоже сумма небольшая, это 200 тысяч канадских долларов, и за эти деньги обычно инвесторы берут какие-то equity, проценты компании. Это небольшие проценты. Дорожная карта по работе с Angel Investors и с Venture Capital, она отличается от дорожной карты работы с инкубаторами. В инкубаторе все достаточно прозрачно и просто, и инкубатор денег не дает, инкубатор деньги берет. Поэтому, значит, для того, чтобы пройти инкубатор, нужно пройти несколько этапов. Пройти экспертизу, выбрать инкубатор, подготовить пакет документов, подготовиться к интервью, и, наконец, пройти курс обучения в инкубаторе, защитить проект и подготовить пакет документов для получения от инкубатора базового документа – Letter of Support. Letter of Support – это письмо поддержки инкубатора вашего проекта, который поступает в правительство Канады. И на основании этого письма вы можете уже открывать компанию, запускать бизнес, нанимать себя на работу по рабочей визе или своих сотрудников, и, соответственно, подавать на ПМЖ, например, получение постоянного места жительства статуса. Это базовый документ – Letter of Support. Его готовит инкубатор вместе с вами и подает в правительство. Следующий слайд. Следующий слайд, пожалуйста. Ключевым моментом для успешного прохождения является выбор инкубатора. Как я уже говорил, в Канаде 33 инкубатора, которые работают по этой программе. Я здесь указал на базовые критерии, по которым это нужно делать. С нашей точки зрения, имея опыт работы более чем с пятью инкубаторами, которые мы сами выбрали для своих клиентов, и имея опыт прохождения через эти инкубаторы и релокации стартапов, мы видим, какие критерии важны, потому что все инкубаторы фактически работают по индивидуальным программам. То есть у них абсолютно разные условия для поступления, разные условия для выпуска и разные условия дальнейшей жизни проекта в рамках инкубатора. Вот здесь я указал эти критерии, на которые надо обратить внимание. Цена текущего курса инкубатора. Инкубатор берет деньги за прохождение курса. Причем это может быть как команда, деньги с командой, так и персональное обучение. Сроки. Все инкубаторы имеют разное расписание. У некоторых даже нет расписания. Они запускают процесс по мере набора групп. И эти сроки колеблются от месяца до года. Это означает, что весь процесс инкубации может происходить довольно долго, например, год. И в этом процессе вы еще пока не вышли на рынок. То есть вы находитесь в процессе инкубации. Поэтому это важный пункт сроки обучения. Нужно его тщательно анализировать у каждого инкубатора. Следующий пункт. Когда вы получаете тот самый пакет лето-саппорт, документов, чтобы запустить бизнес и статус получить в Канаде? Ну, фактически время от начала подготовки заявки до получения письма поддержки от инкубатора, опять же, зависит от инкубатора. Я могу сказать, что идеальный вариант, может быть, быстрее этого даже не бывает. У нас в практике такого не было. За 3-4 месяца можно получить лето-саппорт инкубатора, потом еще 2-3 месяца, иногда быстрее, можно получить рабочие визы на свою компанию и запустить бизнес. То есть примерно полгода получается. Это что касается прохождения как бы вот этого процесса до запуска компаний. Какие необходимы документы инкубатору? Очень часто инкубатором достаточно качественно сделанный пич-дек вашего проекта, по которому эксперты оценивают, насколько этот проект проходящий, и назначают интервью, чтобы с вами лично поговорить примерно 15-20 минут. Некоторые инкубаторы просят на входе бизнес-план, который вы планируете реализовать в Канаде. Есть, конечно, для компаний, которые работают с Angel Investor Venture Fund, есть дополнительный список документов, связанный со финансовой частью этой компании и доказательством того, что у вас есть какие-то коммерческие успехи на рынке. И один из важных пунктов, который часто забывает, локация после въезда в Канаду. Канада – это, собственно, один огромный мегаполис, который находится рядом с США, это Торонто. Вы должны сразу понимать, в какой провинции, в каком городе ваш проект будет наиболее востребован на местном рынке и стараться войти в инкубатор именно в этой локации. Но по нашему опыту могу сказать, что, конечно, большинство, как и иммигрантов, которые приезжают в Канаду, 50% иммигрантов из полумиллиона, которые каждый год, они остаются в Торонто и в провинции Антария, потому что это самая развитая экономическая, так сказать, часть Канады с населением около 20 миллионов и, соответственно, с финансовыми ресурсами, в том числе для инвестирования в стартапы. Для справки, в прошлом году Канада инвестировала в стартап-индустрию свою почти 15 миллиардов долларов. Ну, в сравнении с российскими инвестициями 1.4 миллиарда на всю страну, понятно, что деньги в Канаде на стартапы есть. Дальше. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, я здесь отметил самые острые вопросы, которые обычно задают, когда мы что-то рассказываем про стартап-визу. Про время от момента подачи в инкубатор до момента, когда будет проект принят, это время мы не обсуждали, но обычно это время 1-2 месяца. Это зависит от того, когда инкубатор назначил курс. Ну, к примеру, инкубатор назначил курс с 1 сентября. Для того, чтобы в этот инкубатор попасть, который выбран, вы должны подать заявку в инкубатор, по крайней мере, в июле месяца. То есть примерно за месяц-полтора. Для того, чтобы инкубатор успел провести экспертизу проекта, назначить вам интервью, провести интервью с вами и дать вам ответ. Берет он у вас 1-го числа сентября или не берет. Ну, вот примерно срок месяц-полтора. Если вы планируете на сентябрь, значит, вам нужно в июле уже иметь четкое представление, в какой инкубатор вы идете. Сколько времени длится процесс получения ПМЖ? В обычной практике до ковидной жизни у нас был кейс 6 месяцев, рекорд такой. Тогда же была средняя длительность прохождения на ПМЖ 9-12 месяцев. Сейчас на сайте правительства стоит цифра 24 месяца, то есть 2 года. Вас это не должно пугать, потому что эта цифра меняется в сторону уменьшения после ковида, так сказать, и большой волны эмиграции сейчас. Правительство старается этот процесс ускорить, с одной стороны. С другой стороны, никто не заставляет вас никуда переезжать. Вы можете ждать ПМЖ год и два, спокойно развивая бизнес, наняв местного директора или партнера, найдя и так далее. То есть в этом нет никаких ограничений для запуска бизнеса. Каковы требования к стадии проекта? Я, в принципе, выше уже говорил, но еще раз повторю. Мы стараемся брать проекты, ну как минимум имеющие MVP. Но даже в этом случае никакой гарантии, что этот проект пройдет, какой-то из инкубаторов выбранных, нет. По одной простой причине. Рынки очень разные. У нас из отсмотренных 800 проектов мы провели около 50. Причина прозаичная и простая. Когда вы запускаете проект в России, например, или в Украине, это совсем другой рынок и другие условия ведения бизнеса. И даже иногда другая бизнес-модель для вашего же продукта. Поэтому MVP еще не решает вопрос, пройдете вы по этой программе или нет. Нужно смотреть дальше. Дальше смотреть на рынок и на компетишн, на конкурентов и так далее. Требования по языку. Да, значит, в этой программе существует требование тем, кто подается. Основатели, например, компании или топ-менеджеры, или программисты, неважно. Их может быть максимум 5 человек. Податься по этой программе по одному проекту. Требование 5-й IELTS, то есть 5-й уровень языка. Все требования детально расписаны, тоже на сайте правительства они есть. И когда мы работаем с проектом, мы иногда проверяем входной язык, чтобы понимать, достаточно ли этого уровня для инкубатора, чтобы вы могли участвовать в сессиях инкубатора, работать там и так далее. Пятый уровень, да не очень высокий уровень, скажу, что университеты принимают с седьмым уровнем английского. Так что здесь ослаблены требования по языку. Важный вопрос, как получает постоянное жительство члены семьи, до какого возраста члены семьи. Часто возникает, и фактически это автоматом, им ничего подавать никуда не нужно. Все делает тот, кто подается в программе стартап-виза. По сути дела, члены семьи автоматом получают ПМЖ, вид на жительство. А возраст до 21 года включительно, если есть дети. Дальше считается, что это уже не член семьи, а самостоятельно живущий человек, и должен подаваться отдельно по какой-то другой программе, например, по учебной визе. Какова стоимость участия в программе? Очень важный вопрос. Я скажу average. В среднем надо понимать, что чтобы пройти всю программу, подготовить все материалы, пройти инкубатор, показать какие-то фонды для первого времени жизни, например, в Канаде по этой программе, понадобится минимум 20-25 тысяч американских долларов. Это не наш сервис, это сервис инкубатора. Это оценка общих затрат, которые на этом пути нужно пройти одному члену команды. Это может цифры быть меньше, если несколько членов команды проходят в инкубатор, где инкубатор берет деньги за проект, а не за каждого члена, участника. Это деньги могут быть выше, если на каком-то этапе, когда вы готовите бизнес-план, вы решили, что вам нужно вложить больше денег в старт проекта. Поэтому эта цифра колеблется. Но по нашему опыту 20 тысяч долларов – это минимум, который нужен для того, чтобы этот процесс начинать. Иначе смысла нет даже начинать. И как выбрать инкубатор? Это следующий слайд. Дайте, пожалуйста, мы это… Как выбрать инкубатор? Значит, у нас получилось так, что… Я уже рассказал, как выбрать инкубатор на вопрос, значит, я ответил на вопрос. Теперь я хочу показать статистику. Значит, статистика – штука как бы железная. Она показывает, что происходит реально. Так вот, за пять лет, с 2015 по 2020 год – это официальные данные правительства Канады. Справа есть табличка, в которой все страны указаны, жители которых со своими стартапами переехали в Канаду. Эта табличка у вас останется в презентации, вы можете сами внимательно изучить. Но вот слева я выписал тенденцию. Тенденция такая – 637. Человек. Это человек, это не проект. А в среднем в проекте бывает 2-3 человека. В среднем 2-3 основателей или топ-менеджеров проходят эту программу в одном проекте. Поэтому можно говорить, что это примерно, скажем, 200 проектов. Ну и, соответственно, Иран, Китай, естественно, Индия, Россия. Здесь, слышь, показано население страны. Вьетнам – 99 миллионов, Иран – 83 и так далее. Россия – 143. А российских проектов, если считать, что это люди, а не проекты, например, прошло примерно 30-40 из России проектов. Половина этих проектов прошла через нашу компанию консалтинговую. Поэтому мы фактически хорошо представляем, как проекты из России могут масштабироваться на канадский и американский рынок. И в этом случае у нас есть в компании 9 экспертов. Их можете на англоязычном сайте нашем посмотреть, их специализацию. Потому что мы стараемся, конечно, брать проекты по своей специализации. В этом случае мы как бы отвечаем за результат. Ну вот, фактически, на этом я хотел бы закончить эту часть и рассказать об информационной части, где можно посмотреть информацию. Значит, каждый год мы публикуем обзор по программе Startup FISA на портале Rusbase. Это известный портал, на котором публикуются много материалов, связанных со стартап-бизнесом. Ссылки на наши публикации и особенно на последнюю публикацию этого года вы можете найти на нашем сайте Brown Consulting, который вот там в скобочках написано Startup Canada.ru. Там есть раздел публикации, и там можно найти и примеры проектов, отзывы наших стартаперов. Можно найти видео, в которых подробнее рассказывается об этой программе. Интересно посмотреть и рекомендую посмотреть портфолио. То есть те проекты, которые уже прошли эту программу Startup FISA Canada, это есть в нашем портфолио на англоязычном сайте brownconsulting.com в разделе портфолио. С чего начать процесс? Мы стараемся уже на первом этапе четко понимать, насколько этот проект или ваш проект может быть представлен на канадском рынке через программу Startup FISA. Для этого мы просто держим на двух языках, на русском и на английском, анкетку на нашем сайте. Вы можете ее заполнить, и в течение двух-трех дней вы получите нашу экспертизу возможностей вашего проекта прохождения по программе Startup FISA. Отвечает ли он критериям, если нет, то почему, и так далее, и так далее. Вот это самый простой путь, так сказать, получить быстрый ответ. Это все делается бесплатно. Мы сами финансируем процесс, так сказать, связанный с экспертизой, потому что мы заинтересованы в том, чтобы проекты были качественные и 100% проходящие по этой программе. Ну, фактически, есть еще два механизма, с помощью которых можно следить за канадским рынком стартапов. Мы на русском языке публикуем в нашем блоге, на нашем сайте русскоязычном ежедневную новостейную ленту, в которой мы показываем стартапы разных отраслей, канадские прежде всего стартапы, которые будут вашими конкурентами на рынке. Почему я уверенно говорю, что будут вашими конкурентами на рынке? Потому что за последние три года мы опубликовали около более тысячи в блоге, более тысячи проектов, которые реально являются стартапами, получившими инвестиции примерно до 5 миллионов долларов. Мы чаще такие проекты рассматриваем в качестве конкурентов тех, кто с нами работает, потому что это проекты все-таки еще ранней стадии по оценке канадской экосистемы, потому что средний чек для первичного инвестирования первого раунда – это полмиллиона-миллион долларов. Может, чуть-чуть отличается, чем в России этот чек. Следить можно за нами также в Телеграм-канале, там внизу указан Телеграм-канал. Там мы публикуем тоже ежедневную ленту новостей, примерно 2-3 новости. И вы всегда можете видеть, какие проекты востребованы в Канаде, в каких секторах. Иногда публикуем обзоры по секторам. Очень любим публиковать обзоры, связанные с автономными системами движения автомобильными, потому что в Канаде это площадка, на которой многие автопроизводители и логистические компании тестируют свои решения. И у нас есть пара проектов из этой области тоже. Вот фактически все, что я хотел сказать. Я думаю, что полезно оставить время на вопросы, которые прояснят ситуацию с этой программой. Спасибо большое. Уважаемые участники, презентация и запись вам будут направлены после мероприятия. И для начала мы бы хотели ответить на вопросы, которые вы задавали при регистрации. Владимир, первый вопрос. Можно убрать презентацию, она просто будет мешать. Да, конечно. Вот, отлично. Первый вопрос. Возможно ли сохранять производство и юридическое лицо в России при условии релокации в Канаду? Вы знаете, этот вопрос нам задал один стартап еще пять лет назад, наш первый стартап. С этого он начал. Сейчас он активно работает в одном городе под Москвой, имеет собственный завод, но вся сейлс, маркетинговая часть, патентование и все прочее у него реализована в канадской юрисдикции и в американском офисе. То есть, фактически, да, отвечаю, что да. Есть нюансы, есть нюансы. А нюанс главный такой, что когда вы проходите по программе стартап-виза, правительство Канады заинтересовано в том, чтобы ваша канадская юрисдикция обладала правами на продукт. То есть, это могут быть торговые марки, патенты, все что угодно. То есть, интеллектуал-проперти. В чем идет основная проблема любой страны? Это мозги. Мозги в Канаде нужны и рабочие руки нужны. Поэтому, конечно, такой вариант возможен. Да, производство в России, а, скажем, офис в Канаде не проблема. Спасибо. Тогда перейдем ко второму вопросу. Логистические компании Канады в навигационных маршрутах имеют ли направление северный морской путь? Какой интересный вопрос. Я скажу так, что когда я или мои эксперты работаем в каком-то секторе бизнеса, стартап-бизнеса, я сам был стартапером дважды, так что знаю, что это такое. Мы отвечаем на вопрос. Если я точно не знаю ответ, я вам скажу так, общее представление свое. Логистические компании, конечно же, рассматривают северный морской путь как определенный маршрут. Если я ответил на вопрос, то это все. Но, скорее всего, человек ожидал вопрос, ответ о том, насколько там нужны какие-то новые решения. Технологические там или по логистике решения, или, я не знаю, там контейнерные решения, еще какие-то решения. Так что тот, кто задал вопрос, он его должен сформулировать более конкретно, если касается стартапа. Все. У меня все. Да. То есть, Владимир, вам можно будет задать вопрос, если не получили полный ответ после? Может быть, вы дадите свои контакты? А давайте так поступим. Это гораздо проще будет. Ну, во-первых, на любом нашем сайте есть контактная форма. Но если вы хотите прямо мне задать вопрос, то можно дать в общем чате, вот здесь, да, я могу написать свой WhatsApp и Telegram канал, с учетом того, что разница во времени у нас есть с вами, да. То есть, в 9 утра по Торонто вы можете мне туда что-то коротко написать. Поэтому разговаривать мы обычно не разговариваем долго, вот, просто переписываемся. И дам свою прямую почту, пожалуйста, пишите. Но, как я говорил в конце, самое удобное, если вы сделали, заполнили анкетку, и все ваши данные попадают прямо ко мне на компьютер, и ваши вопросы тоже. Я напишу в чате, если хотите. Давайте я напишу. Вы пока готовы к следующему вопросу. Да, у нас еще три. Давайте. Значит, третий вопрос. Постоянно получаю различные приглашения от организаций и лиц, предлагающих канадскую визу. Не очень разобрался, как можно проверить, насколько эти лица уполномочены в данном вопросе. Отличный вопрос. Сейчас я закончу Telegram печатать канал и WhatsApp. Вот, посмотрите, я отправил на общую моя почта и два канала для связи. Окей? Да, все есть. Вопрос очень интересный и, главное, очень важный. Значит, сразу могу сказать, мы не являемся иммиграционными консультантами и адвокатами. Это требует специальных лицензий, и этим занимаются специализированные адвокатские компании иммиграции. Мы занимаемся исключительно экспертизой проектов, со всех точек зрения экспертизой, то есть стартапами. И эта экспертиза включает в себя много различных действий с проектом, чтобы он прошел программу стартап-виза. Следующим этапом, когда вы на руки получите Letter of Support, письмо от инкубатора, вы самостоятельно можете пройти ВНЖ и ПМЖ статусы без всякого адвоката. Сейчас все это так автоматизировано, тем более, что Letter of Support, вот это письмо поддержки, которое выпускает инкубатор, оно как бы уже является вашим статусом. То есть это не обычная иммиграция, когда нужно какие-то интервью проходить, где-то там бумаги собирать и так далее. Все уже за вас сделает инкубатор. Ну и мы, соответственно. Так вот, люди, которые занимаются программой стартап-виза, большей части это иммиграционные адвокаты, которые хотели бы зарабатывать деньги, это нормально, на консультирование по иммиграционному процессу. Наша позиция другая. Мы считаем, что главным в этом процессе является проект. А иммиграционное консультирование, оно может быть, а его может не быть, потому что каждый может, получив Letter of Support, подать на иммиграцию без всякого адвоката. Поэтому есть другие консультанты, которые говорят, окей, мы готовы ваш проект провести через программу. Эти люди, смотрите, вся деятельность в Канаде, она либо лицензируемая, либо нелицензируемая. Деятельность консультантов нелицензируемая. Поэтому я вам рекомендую просто, когда к вам кто-то пишет, обращается. Это же очень просто. Заходите в LinkedIn, смотрите профайл, где человек работал, какие у него контакты. Это все дает, в интернете все можно посмотреть. Про меня-то точно все можно посмотреть. Поэтому я бы ориентировался именно на персоналии. То есть на персоналии, кто к вам обращается. Да, Владимир, спасибо. Предпоследний вопрос о сравнении с условиями США и Азии. Может быть, вы приведете кратко какие-то отличительные черты? Ой, это самый плохой вопрос, который я слышу всегда. Плохой в открытом смысле. Я не являюсь специалистом по американскому рынку с точки зрения запуска стартапов. Но могу сказать, что если взять, например, тему релокация бизнеса, запуск бизнеса, например, в Америке, большинство наших клиентов, не большинство, но может какая-то часть, заранее открывает зачем-то компанию в Далавере, модно тогда в Далавере, в свободной экономической зоне США, и через эту компанию операции ведут. Окей. Можно открыть компанию в США, можно даже получить инвестиции на ваш бизнес в США. У нас такие случаи тоже есть. Люди в Нью-Йорке или в Калифорнии получили 5 миллионов долларов, так сказать, первый транш, отлично, работает, запускает бизнес. А дальше возникает вопрос, а что дальше делать с личным статусом? Вы так и будете? По рабочей визе, по визе таланта, по какой-то другой визе, потом подтверждать статус, потом ожидать 5 лет статуса постоянного жителя. То есть проблема получения статуса постоянного жителя в Америке есть. Это не так просто, как в Канаде. В Америке такой программы, стартап-виза, не существует. Именно такой. Там есть виза талантов, рабочая виза. Но они все требуют других немножко затрат и так далее. Маленькая деталь. Порог выхода на рынок в Америке и в Канаде пока еще отличается для стартапа. В Канаде выгоднее выходить на англоязычный рынок по многим причинам. Не говоря уже о зарплатах, которые отличаются в США и в Канаде, в полтора-то раза точно по специальностям, которые вас могут интересовать. Поэтому американские истории нам известны из первых рук, как люди переезжают. Но дальше возникает вопрос. Ну, переехал. У нас есть такой стартап, который 15 человек в Питере программисты сидят, и 2 человека в Калифорнии. Вот те самые, кто 5 миллионов получили. И 6 месяцев там, 6 месяцев тут, летают по визе туда-сюда, так сказать. Я когда продал стартап в России в 2004 году, я 14 раз летал в Канаду. Я уже получил статус, 14 раз летал. Это было очень сложно. Управлять бизнесом сразу, как бы, живя в двух странах. Поэтому моя точка зрения такая. Если вы хотите совместить два процесса, запуск бизнеса и релокация персональная, то Канада – это идеальное место. Про Америку могу говорить только хорошо. Больше ничего. Поняли, спасибо. И последние вопросы перейдем к вопросам в чате. Как найти деньги для того, чтобы запустить стартап в Канаде? Как это сделать до того, как релокироваться? И также, сколько времени занимает релокация? Отлично. Тоже типичный вопрос. Значит, я сразу скажу, что здесь есть два принципиальных пункта. Не нужно никуда релокироваться, если у вас есть компания с канадской юрисдикцией. И для этой компании при определенных условиях можно найти инвестиции. Такой процесс тоже существует. Можно совместить, то есть одновременно идти по процессу релокации и одновременно выходить на инвестиции. Но в любом случае канадские, а фактически это и американские инвесторы, потому что в Канаде американские деньги присутствуют все-таки в каком-то количестве инвестиционные и в большом. Они предпочитают юрисдикцию Канады или США, когда рассматривают проект на инвестиции. Поэтому надо иметь какую-то юрисдикцию. Статус стартапа канадского, прошедшего инкубатор, повышает шансы на инвестиции сильно. Ну вот примерно так. То есть я бы смотрел проект и тогда дал бы рекомендацию, потому что еще сильно зависит от того, в какой стадии проект. То есть что он из себя сегодня представляет и на каком рынке он работает. Если он работает на американском рынке в каком-то виде, оно окей. Надо смотреть в каком виде и как он масштабироваться дальше. То есть это уже вопрос работы с потенциальным инвестором. Вы для себя главное должны решить, шашечки или ехать. То есть или совместить эти два процесса. То есть можно и ехать, и деньги искать. Это от кейса зависит очень сильно. Поняли. Надеемся, что ответили на вопросы тех участников, кто оставлял их до регистрации. Да, и сейчас приходим к вопросам в чате. У нас они уже есть. Первый вопрос. Может ли один человек от команды пройти инкубатор, а пять человек получить ПМЖ? Какие правила по нахождению на территории? А, и можно ли пройти инкубатор онлайн? Ну, пока, по нашим сведениям, у нас есть специальный сотрудник, который каждый день работает со всеми инкубаторами в Канаде и контролирует их состояние курса, что происходит. На сегодняшний день пока гибридная модель работает для курса инкубатора. То есть можно быть в онлайне, либо прилететь на курс сюда. Два варианта по учебной визе. То есть пока работает такая гибридная модель, но поскольку все ограничения практически сняты на сегодняшний день, я думаю, что где-то к осени, а может быть с Нового года все-таки, уже начнется обязательный приезд на курс сюда, в Канаду. Поэтому тем, кто готов, созрел, понимает, что нужно, запомните анкету, посмотрим, что есть до Нового года в онлайн-режиме, и может быть как-то поможем. А что касается один человек от команды пройти в инкубатор, опять человек получить по им же, это вы этот вопрос задавали, нет? Да-да-да, я его тоже задавала. Вы знаете, это не приветствуется инкубаторами, потому что, как и инвестор, инкубатор смотрит всегда на команду и работает с командой. То есть желательно, чтобы, нежелательно, а обязательно, каждый человек должен проходить программу инкубатора, имея свою роль в проекте, там, чиф-экзекутив, там, маркетинг, еще кто-то, у нас не было случая, чтобы инкубатор разрешил проходить одному, а релаксировались пять. Следующий вопрос там есть. Да, я вижу, Антон подключил видео. Антон, может быть, вы зададите вопросы голосом? Да-да-да, спасибо. Я Антон, компания Exaurus. По поводу нахождения на территории потом, какие-то есть обязательные требования? Ну, есть два требования, как бы, базовых. Первое, то, что в программе стартап-визовых существует, это требование касается локации инкубатора. Вот вы прошли, скажем, инкубатор где-нибудь там в Ванкувере, и вы должны, как бы, там же иметь свой офис в этом инкубаторе в течение года быть резидентом, чтобы инкубатор за вами следил и помогал вам дальше развивать проект и отчитываться перед правительством. Это первое ограничение, да? Это влияет на выбор инкубатора, в каком городе и так далее. Второе ограничение, это не ограничение, а общее правило, вы должны прожить... Сейчас эта цифра 3 года из 5 лет, чтобы получить постоянный статус. Ну, то есть вы получили уже ПМЖ, да, вид на жительство постоянный, но вы имеете право гражданство получить. Это на 3 года прожить из 5, ну, в общем, обычная практика. Чисто это иммиграционный уже, ну, в смысле вопрос получения гражданства, паспорт. Там еще вопрос интересный есть, мне очень нравится. Короткий, но очень такой четкий в чате. Да-да, это, возможно, тоже мой. Железо? Да, во-первых, как отношение к железу и на каких условиях вы работаете, сколько это обычно стоит? Ну, видите, все ваши вопросы, я сразу вам все и отвечу. А что касается железа, я скажу так, что 50% проектов, которые проходят инкубаторы, и в том числе у нас, которые проходили, 50% связаны с железом. Есть ли под железом понимать непрограммное обеспечение? Дальше расшифровывать не буду, потому что железо бывает всякое. Это первое. Мы очень любим железные проекты. Даже один из наших экспертов является angel-инвестором, компанией, которая производит эти дроны коммерческие. Поэтому мы любим железо. Что касается стоимости. Значит, чтобы было сразу понятно, у нас очень простая модель. Мы берем 12 тысяч с половиной американских долларов за весь процесс гарантии получения letter of support в конце инкубатора, плюс 5 или меньше, в зависимости от команды или проекта, за каждого дополнительного участника. Грубо говоря, если вас двое подается в программу, то это 17 тысяч долларов американских. Это разбивается на этапы, и все заканчивается, когда у вас на руки получается вот этот главный документ letter of support инкубатор. И в наш сервис входит, там на сайтах все написано. У меня есть специальное интервью на эту тему, как это организовано по дорожной карте. Фактически цену я назвал, а дальше добавляет цена инкубатора. А это уже наша работа. Сделать так, чтобы этой цены не было или была совсем маленькая. Или чтобы сроки прохождения были максимально низкие, чтобы вас не отвлекать от текущего бизнеса и так далее. Ну и плюс все документы проверять ваши, включая бизнес-планы, маркетинговую часть. Все, сказал, ответил? Окей. Да, спасибо большое. Спасибо. Перейдем тогда к следующему вопросу. Длинных два вопроса еще. Да, да, да. Вопрос от Сергея. Как в данной программе смотрят на проекты типа OpenAI, когда инвестиции собираются на долгие наукоемки? Все понятно, да. Я прочитал, да. Мне уже хочется ответить быстрее, потому что… Отвечайте, конечно. Естественно, я знаю ответ. Да, значит, диптех – это особая тема, да, глубокая технология, когда R&D-шная стадия проекта и так далее. Это особая тема. Почему? Потому что исключительно небольшое число инкубаторов работают с этой темой. Angel Investors, Venture Capital – эти вообще не работают с этой темой, потому что это особая тема, да. Нужны очень высокого уровня эксперты, чтобы разобраться с этой темой. Но заполните анкету, и мы посмотрим, сможем ли мы… Есть ли у нас эксперты, во-первых, по этой теме OpenAI. Я думаю, что есть. Так что мы работаем, да. Мы посмотрим, в принципе, проходящий проект или нет, и скажем об этом. Это самое простое. Да, и еще один вопрос от Сергея. В процессе прохождения данной программы в Канаде нужно же будет регистрировать не обязательно именно головной офис образуемой компании, а просто ее представительство. Понятно. Ну, я отвечу как бы так, как требует от этого правительство в программе «Стартап-физа» для проектов. Компания должна быть зарегистрирована в Канаде. Раз. Представительства могут быть где угодно, потому что позиция очень простая. Вы должны организовать бизнес, который платит налоги в Канаде. Все. А как это технически делать там, где какие представительства там и так далее, это уже не так важно. Ведь самый ключевой момент для экономики, канадской экономики, это довольно сильный рост стартап-индустрии, особенно в крупных городах. Там единороги, там каждые две недели появляться начали в прошлом году. Каждые три недели. Канадские единороги. Поэтому правительство заинтересовано, чтобы бизнес был локализован, с точки зрения юридической, чтобы платили налоги здесь и развивали бизнес дальше. А как юридически, технически все это организовать? У нас есть корпоративный юрист, сядем, подумаем. Сергей, надеемся, ответили на ваши вопросы. Может быть, у кого-то еще есть вопросы, можете задать их голосом. Вот, Сергей пишет, спасибо. Пожалуйста. Есть ли у кого-то еще вопросы? Вы знаете, я еще раз обращусь ко всем участникам. Спасибо, что, во-первых, вы тут присутствуете. Во-вторых, еще раз напомню, что самое простое, поверьте мне, значит, что самое простое – это получить экспертизу своего проекта, заполнив анкету, просто ответив на 5-6 вопросов. Почему самое простое? Потому что вы для себя можете оценить, насколько вам нужен этот процесс в целом. Потому что принять решение о такой релокации, как сейчас модное слово, да, везде релокация, релокация, не так просто. Я знаю многие стартапы, которые там живут в Армении, работают, там, в Казахстане, еще где-то. А потом возникает вопрос, ну вот я приехал в Армению, дальше что? Дальше что? Это временные статусы все. А программа стартапиза все-таки, она предполагает долгосрочный план, да? Вы можете никуда не переезжать вообще, вы можете просто, так сказать, иметь базу, компанию, бизнес, ну и там статус в конечном счете, который не мешает никогда. Канадский паспорт, я имею в виду. Поэтому у вас все-таки есть возможность задать вопрос. Давайте дадим две минуты еще людям, потому что потом выйти со мной на связь будет гораздо сложнее. Уважаемые участники, есть ли вопросы? С другой стороны, я понимаю стартаперов, значит, каждый любит свой проект, каждый в него верит, с одной стороны. С другой стороны, все-таки публичное общение – это одна из самых больших проблем для любого стартапа и основателей. Это я точно знаю, потому что я сам иногда ментором выступаю в инкубаторах канадских. И один из самых востребованных курсов в инкубаторах для стартаперов именно, а особенно для стартаперов по стартап-визе – это коммуникации. Как строить коммуникации с аудиторией, как делать питчдек, как делать презентации, как подавать свой проект. Вот это самая большая проблема. О! Да, у нас участие появилось нового вопроса. Видите, как мы расшевелили аудиторию. Я 10 лет лекции читал в Ленинградском государственном университете, поэтому я имею опыт работы с аудиторией интеллектуальной. Дмитрий спрашивает, когда стоит к вам приходить после появления финансирования на разворачивание стартапа в Канаде, или же можно параллельно с получением ваших услуг привлекать инвестиции, в том числе с вашим участием? Значит, вы знаете, приходить надо сразу, чтобы видеть, что может произойти потом, чтобы спланировать свои действия. Мы не откажемся просмотреть проект и сказать, что мы вот в таком формате вам… То есть мы дорожную карту вам можем предложить какую-то. Пока мы не видим проект и ваши цели текущие, мы не можем сказать, что нужно сделать. Может быть, наоборот, вам полгода нужно, так сказать, таксовать по Питеру, собирать деньги на проект, а потом переезжать в Канаду, например. Такой вариант. Я не знаю. Поэтому, Дмитрий, скиньте питчдек или заполните анкету, или свяжитесь со мной, расскажите о проекте, мы посмотрим, как построить для вас дорожную карту. Это все кейс-бай-кейс. Это всегда делается под кейс, потому что все кейсы разные. Вот, Дмитрий пишет, что уже отправил анкету. Ну, я не буду ваше время занимать, потому что мы обычно оперативно работаем. Я бы сейчас открыл анкету, посмотрел проект, прокомментировал и тут же как бы дал рекомендацию по дорожной карте. Но я так делать не буду, чтобы не отвлекать вас от работы. Ну, в целом, возможно, это интересно нашим участникам. Можем попробовать, сколько приблизительно времени занимает данный процесс. Опросите, аудиторию опросите, пожалуйста. Свою аудиторию опросите, есть ли у вас 10 минут. Уважаемые участники, можете написать в чате, пожалуйста, интересно ли вам посмотреть на данный процесс и в том числе Дмитрий, можем ли мы это сделать. Да, да, это Дмитрия зависит. Я не буду выводить его презентацию на экран или анкету, я просто ее прокомментирую. Дмитрий пишет, что можно. А еще задайте Дмитрию вопрос, на каком сайте он на русском или на английском заполнял? Дмитрий, ответите на бронконсалтинком. А, ну вот видите, это означает следующее, что, сейчас я посмотрю, значит, маленькая деталь. Итак, мы работаем на двух площадках. На русском языке площадка Startup Canada Rule сайт, да, там анкета на русском языке и все на русском языке. Вторая площадка бронконсалтинком. Этот сайт для аудитории, которая находится в других странах, да, не в России, например. Вот, и у нас там пять рабочих языков. И когда приходит на английском анкета, она попадает к эксперту, канадцу моему, который сначала он смотрит, а потом мне комментирует. На португальском к португалоязычному человеку, на испанском к испаноязычному, на французском к французскоязычному, прямо в Сорбонну попадает. Вот, и какой еще язык у нас там? Ну, соответственно, русский. Поэтому, Дмитрий, дико извиняюсь, но ваша анкета ушла к моему этому канадскому эксперту. И я могу посмотреть просто по времени. А, ну, в принципе, я могу ему позвонить и сказать ему. Давайте прямо так и сделаем. Оперативно будет. Спасибо. Нет, мой канадский эксперт, видимо, завтракает в кафе где-то. Хорошо, Дмитрий, я вам отвечу обязательно. Не удалось нам провести риэлти-шоу. Ну, что делать? Бывает. К сожалению. Да, да, да. Хорошо. Значит, есть ли вопросов? Нет. А можно у меня еще короткий вопрос? Опять Антон. Такой про саморекламу. Почему вы рекомендуете это делать с помощью вашей компании? И почему у нас самих это займет больше времени? У нас не получится. И лишаемся от этого. Значит, я скажу так. Я отвечу честно. Когда я эмигрировал в Канаду, я обошел адвокатов эмиграционных в Питере. И увидел цифру 5000 долларов, значит, американских за сервис. Ну, поскольку немножко знаю английский язык, я сел за компьютер и эмигрировал. Вы можете поступить точно так же. То есть, вот сейчас закончится сессия. Сядете, посмотрите, как работает программа. На правительственном сайте все написано. В Канаде огромный плюс в том, что все правительственные ресурсы устроены так, что там вся информация есть. Включая маркетинговую информацию по вашему бизнесу по Канаде. Поэтому изучайте. Проблема будет только одна или две. Первая проблема. В какой инкубатор идти, если их 35? Проблема вторая. А что туда подать? Там же конкурс определенный. Как туда подать? Что там будут спрашивать? Как пройти в этот инкубатор? Выбрали, теперь пройти надо. И проблема номер три, которая, мне кажется, всегда возникает. И у нас эта проблема не видна. На начальном этапе ее не видно, эту проблему. Когда вы заканчиваете инкубатор, вы готовите пакет для получения ледеров саппорта. Кроме бизнес-плана, еще чего-то, там есть базовый, еще один документ, который многие как бы, ну просто не знают, что он существует. А документ называется Letter of Intent. Письмо поддержки. Часто инкубаторы, не все, просят, чтобы стартап получил отзыв на свой проект от местных бизнесов, партнеров и так далее, и так далее, и так далее. Это не просто отзыв, это письмо о намерениях, в котором говорится, вот такой проект, как только он появится в Канаде, мы будем его клиентами, потому-то, потому-то, потому-то. Это так-то соотносится с нашей бизнес-моделью сегодня и так далее. Это важный момент, и такой отзыв получить не так просто. Мои эксперты тратят на это пару дней точно, чтобы найти компанию, договориться, сделать презентацию. Ну, в общем, сами понимаете, что такое сделать питчинг в корпорации, которая у вас купит потом продукт за пару миллионов. Это отдельная работа, вообще говоря. Поэтому вот этот пункт тоже, и там таких вот маленьких пунктов внутри этого процесса несколько есть. Ну, как бы вот все. Я ответил? Да, спасибо. Ну, вот когда пройдете всю программу, напишите, выпьем кофе, расскажите, как у вас было. Приглашаем. Спасибо. А, вот, Дмитрий Серегин, да? Это вы у нас? Анкета пришла. Что пишет? Агрегатор, Marketplace, Wallet Manager, тра-та-та. Это я смотрю ваш проект. Да, Владимир, Дмитрий отписался нам в чате, что да. Да, я вижу проект. Вижу. Ну, навскидку. Да, Дмитрий, вы здесь? Да, да. Значит, я, это, это Дмитрий Серегин. Вы прислали, да, анкету? Да. Ну, смотрите, значит, тема понятная. Особенно радует рынок, 650 миллиардов долларов. Вот, но, в принципе, я думаю, что это проходящий проект. Там единственное, что меня смущает, и это я не говорил еще сегодня. Значит, когда вы указываете Angel Investor, вы обычно предполагаете, что у вас есть оценка проекта уже, правильно? Да. Окей. Кроме оценки проекта, который верят инвесторы, не верят инвесторы, другой вопрос. Существует финансовая, как бы, часть вашего проекта, например, вашу ревеню за прошлый год. Если ревеню составляет, судя по тому, что вы написали у вас действующий проект, если ревеню составляет меньше, там, 150 тысяч долларов, Angel Investor с вами разговаривать не будет. Если ревеню составляет меньше полумиллиона долларов за прошлый год, Venture Capital с вами разговаривать не будет. Поэтому, для того, чтобы понять, какая дорожная карта для вашего проекта, нам нужно понимать вот эту часть вашего бизнеса. А это мы озвучивать здесь не будем. Правильно же? Окей, я понял. Ну, у нас немного другая информация, но вы имеете в виду именно конкретно по канадской специфике, да? Да, нет, я имею в виду конкретно по программе Startup Visa. Потому что, если говорить просто об Angel Investor, то, конечно, другая история. Конечно, другая история. Это специфично для программы Startup Visa. Это сертифицированная в этой программе Angel Investor и Venture Capital фонды. Спасибо большое. Да. Ну, я думаю, вы к нам еще вернетесь, мы с вами отдельно пообщаемся. Да, мы на каждую анкету, вот, Дмитрий, да, мы на каждую анкету отпишемся. Если не в течение дня, то в течение нескольких дней, потому что это зависит от сложности проекта. Я этот проект сам смотреть не буду, это будет смотреть наш эксперт какой-нибудь, кто в этой области работает. Просто вот и все. У кого самого компания в 200 человек. Хорошо, Владимир, спасибо большое. Да, договорились. Ну что, тогда всем спасибо. Владимир, спасибо еще раз вам большое за выступление. Все материалы участникам мы направим. Большое спасибо, что пришли. Отлично. Все, разбегаемся, я вижу. Да, всем до свидания. Особенно приятно картинки на фоне Питера видеть. Давно я там не был. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok